Трэш металли 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 и вместе с ней структура рифинга. Макс Кавалера словно создает интереснейшую начинку, обернутую в обыденность. И вот снова некие проговые соло наполняют средний темп ритм гитары. И тут я начинаю понемногу понимать смысл названия альбома, потому что музыка отлично его отражает, и ее словно лихорадит, бросая из одного состояния в другое. Импельмент экзекьюшн уже сходу начинается жирной ритмикой, которая движется по кривой, постоянно создавая насыщенный музыкальный рисунок. Здесь же какие-то эхообразные голоса на фоне, опять же, вновь создающие атмосферность. Согласитесь, редкое явление в таком стиле, как трэш. Вообще здесь все композиции завершаются посторонними звуками, перетекающими в следующий трек, и таким образом связывая все темы в одну единую цепь сменяемого эмоционального состояния. То есть альбом, как единая непрерывная симфония эмоций. Занятная придумка, пусть она не нова, но, по крайней мере, точно заостряет на себе внимание. Такая конструкция выделяет альбом из числа примитивного трэша, коего она выпускали и в прошлом, и в этом году целую гору. Да только выбрать почти нечего. Еще расскажу про соло. Здесь их совсем немного, иногда они малозаметны, но прописаны настолько креативно и к месту, попробуйте выбросить их, и уже будет не то восприятие. То же самое я могу сказать о звуках синтезатора, создающих атмосферу психоделики. Они рисуют какие-то странные, привлекающие внимание, сюрреалистичные картины. Хорошо чувствуется в переходе между Spectral War и следующей Chrome. На самом деле в этом и есть мастерство, талант. Когда музыка рождает в голове картины, а не проносятся через уши каким-то железнодорожным составом, один, второй, третий, а звук все тот же. Сногсшибательно звучит следующее Hellfire, которое у меня напрямую ассоциируется с обложкой диска. Не знаю почему, но именно этот образ, мне кажется, отлично к ней подходит. Джудас Пария во второй половине также содержит отличную ритмику, в которой великолепно прописана перкуссия. И это вновь дополнительно привлекает внимание. Кто-то скажет, и в чем же тут прелесть? Да в том, что многие музыканты занимаются таким рубиловом, что все сливается в единую кашу. Макс Кавалера отлично расставляет акценты, не заглушая отдельные важные элементы композиции. Одноименная инструментальная Псайкозис – замечательный пример некоего прок-трэша, даже авангарда. Она раскрыла совершенно новую для меня сторону братьев Кавалера. Вообще вся вторая половина альбома до завершающей экстрюсайтинг включительно, особенно хороша. Многие фрагменты данного релиза стали бы отличными саундтреками для, например, какого-то психологического триллера. Мастерская работа и однозначные 5 баллов. Это лучший трэш-метал альбом ушедшего года. Ну а теперь по традиции небольшой блок новостей. И начать я хочу с новости от Диму Боргер. Говорил я в прошлый раз, что определились они с датой выхода нового альбома. И вот довелось мне послушать новую композицию, увидеть видеоклип. И, честно говоря, я очень сильно разочарован, потому что нам, если отталкиваться от интервью музыкантов, обещали возврат едва ли не к самым корням, к самым истокам Диму Боргер, что это будет самый блэковый и самый тяжелый альбом. А оказалось, что я услышал некий Найтвиш с вокалом Шаграта. Если вам еще не довелось ознакомиться с новой композицией, вы можете найти ее запросто в Ютьюбе. И я вам скажу, что образы музыкантов, их гримасы, как обычно это принято в видеоклипах, злостные такие, агрессивные, ну, совершеннейшим образом не вяжутся с той музыкой, которую они играют. Ну, это просто реальный Найтвиш с экстремальным вокалом. Даже немножко смешно все это в видеоработе смотрится. Я очень сильно надеюсь, что остальные композиции будут как-то потяжелее, хотя бы потяжелее. Ну, ждем. Финская группа Amorphis подготовила новый альбом. Он называется Queen of Time. Появится в продаже 18 мая на Nuclear Blast. И по заверениям Эса Халопайнина, это будет совершенно новая работа. Новая в плане того, что музыка, которую мы доселе еще не слышали от Amorphis, будут какие-то новые примочки, оркестровые аранжировки и так далее, и так далее. В общем, дождемся, послушаем. Группа Midnight Soul также подготовила новый альбом. Название The After Mass. Он появится 25 мая на Napalm Records. И помимо вокалистки Carmen Ellis Espenes, в нем также будет петь еще и Liv Christine, которая, как мы уже знаем, покинула ряды группы Liv's Eyes. Далее очень долгожданная для меня новость от легендарного Ишана, который некогда играл в группе Emperor. Его новый сольный альбом, который называется Amorphis, появится 4 мая на Candlelight. Этот человек всегда вызывал у меня восхищение своим вокалом, своим нестандартным видением музыки. И каждый его сольный альбом – это праздник. А прошлый релиз вообще был выше всяких похвал. Далее новость от легендарной мелодик Death Metal группы At The Gates. Они записали свой новый альбом, называется To Drink From The Night Itself. На вокале, естественно, как обычно, Йохан Линдберг, многостаночник, который является также постоянным вокалистом греческой группы Night Rage. Новый альбом появится 18 мая на Century Media. Следующая новость от шведских модерн-метал-металлистов Engel, которые записали новый альбом Abandoned All Hope. Выйдет он 11 мая на рекорд-лейбле Giant. Следующая новость тоже для меня довольно долгожданная. Это новость от ирландских инструментальных пост-рокеров God is an astronaut. Великолепная группа, записали новый альбом, называется Epitaph, и появится он в продаже 27 апреля. И последняя на сегодня новость от канадской Death Metal группы Cataclysm, которые тоже записали новый альбом. Называется он Meditations. Дата еще точно не определена, но выйти он должен в апреле. На этом все. Спасибо за просмотр и до следующих обзоров. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...